Под конец данного года я решил принести вам небольшой такой подарочный ролик, а именно захват мира за Польшу. Ванильные хоечки с айронменом, заодно наконец-таки сделаю ту ачивку, которую давным-давно откладывал, на контроль Палестины, будучи с монархом, и также исследование усовершенствованной управляемой ракеты за Польшу. Чтобы вас не томить слишком длинным роликом, захват мира для меня будет это захват всех великих держав. Как раз-таки их покорение и становление Польши единственной мировой державой. Играть я хочу за монарха, как вы понимаете, и очень интересный путь, за который я редко играл, это Генцоллерне. Я не раз за Гамсбургов играл, за Унию, за Короля Казака, за Секретный Путь Романовых. Все это можете найти на канале. На сегодня у нас будет переворот Короля Михая. Пойдем через объединение с Румынией, потом в диктатуру короля, и создадим свою мощную державу, которая объединит весь мир. Надеюсь, вам такая идея понравится, и вы поддержите данный новогодний ролик своими лайками и комментами. Конечно же, желаю вам всем удачи в новом году, во всех ваших делах. Понятное дело, что вам придется приложить усилия, постараться, все просто так не делается. И во всем и везде успеха добиться без вкладывания сил будет сложно. Но главное терпение вам, не сдавайтесь на своем пути, и все будет хорошо. Я вас верю, и надеюсь, вы в себя тоже будете верить. Все, давайте погнали строить мощную и сильную Польшу. Я не буду прям долго-долго останавливаться на всяких моментах, просто в общих чертах. Из разряда мы расширились на Румынию, мы расширились там на те-те-те территории, средоточиться на первых основных битвах с немцами, там с советами, которые самые тяжелые. А дальше уже просто в общих чертах. Чтобы ролик не растягивать там на час, на два, а уложиться в минуту 30-40, надеюсь. Может быть, даже быстрее выйдет, посмотрим. Ой, кстати, внутренняя ачивка правит мебель. А, я, видимо, на Iron Man не играл, и поэтому... Хотя, не, вроде играл с романовыми там. Ну ладно, внутренняя ачивка, небольшой подарочек. А вот и прибыл румынский кронпринц Михай, объединить наше правление, чудесная идея. Несколько раз придется вам отказаться со старта, чтобы других лидеров не приводить. И вон он, Михай первый у руля. Претензия на Румынию кроется вот в этих вот решениях, просто выполняешь, поддержка, поддержка, поддержка добавляется. Желательно до соточки добить, и тогда ты без проблем делаешь переворот, и Румыния становится твоей. Для этого нужен еще вот этот фокус, и потом будет как раз переворот. В июле 37-го беру переворот короля Михая, у меня как раз есть 80 единиц, и за время выполнения станет соточка. Потом мы ее к себе присоединяем, получаем всю армию, и можем уйти потом дальше. В диктатора, в требования земель от Чехословакии и восстановление польско-венгерского государства. Ура, польские и румынские короны вступают в союз, мы едины, а сейчас станем еще ближе. И хочу вам тут напомнить, что сейчас в Стиме в самом разгаре зимняя распродажа. Сейчас самое идеальное время, чтобы пополнить свою библиотеку Стим, а помочь вам в этом может КупиКод. Здесь можно пополнить баланс кошелька с минимальной комиссией, так как купить игры напрямую на сайте, и получить их гифтом на свой аккаунт. И самое важное, что КупиКод полностью повторяет распродажу Стима, то есть и скидки на игры в Стиме есть и на Steam КупиКод. И вдобавок к этому, здесь еще есть целый раздел недоступных в РФ, где собраны игры, которые вы не сможете найти в магазине Стима, но благодаря КупиКоду сможете приобрести их на свой ру-аккаунт. И не забудьте использовать мой промокод. При его использовании комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. А при условии, что на Steam КупиКод и так самая низкая комиссия на рынке, то вы очень выгодно пополните свою библиотеку игр. Само же пополнение Стима для вас будет быстро, безопасно и дешево. Вы вводите свой логин от Стима, дальше вводите мой промокод, применяете его и пополняете свой Стим. И как вы заметили, да, от вас требует только логин, никаких больше других данных, поэтому за аккаунт можете не переживать. Ну и приятный бонус, это кэшбэк на каждое пополнение и покупку для всех зарегистрированных пользователей. А если вдруг у вас есть казахские аккаунты Steam, то на КупиКод вы можете их напрямую пополнить. И в этом вам поможет удобный калькулятор, который для вас рассчитает все по нужному курсу. Так чего ждете? Залетайте по моим ссылкам, используйте промокод и пополняйте свою библиотеку игр. Вся армия наша и вы видите, у нас уже 723 тысячи в армии. Пульс Курмынское королевство. Еще немного армия подкопить, где-то до миллиона. И у нас будет возможно взять концепцию между морями и создать свой великий альянс. Учитывая, что сейчас можно поднять как раз призыв, можем добить это число и попытаться даже объединиться с рядом стран, чтобы нам было проще со старта разбираться с противниками. Требуем Словакию. Я на всякий случай отошел от территории в надежде, что они откажутся. Но они все-таки согласились. Эх. На самом деле это грустно. Будь возможность полностью посражаться и забрать все земли, это было бы полезнее. Но даже так. Получили Словакию. Так, ждем ответы от Венгрии. Да, она соглашается. Польская Венгрия. Еще один новый вассал, которого мы не можем никогда присоединить. И нам они особо ничего не дают. Путь уже короля Михая пройден. Сейчас беру Данцик в оборот. Ну и начинаю уже готовиться к следующим конфликтам. Ура, наконец-то в ноябре 38-го у нас открылась концепция между морями. Позже, чем я вся армия взял, пришлось подождать, пока нас посчитали крупной державой, потому что альянс мы создать свой не могли. Ну давайте, теперь я могу создавать альянсы и могу присоединять сюда страны. Давайте здесь миссию на Югославию и одновременно с этим, защита Югославии. Будем менять Балканы, потом я выберу Турцию все-таки. Ну и может быть даже сможем на севере страны урвать, но скорее всего уже нет. Немец скоро пойдет, так как март 39-го года. Югославия отказывается. Хе-хе-хе. А вот и здрасте. А вот и спасибо. Могли бы быть друзьями, но что-то пошло немножечко не так. Отлично. Эстония, Латвия за нас. Еще можно с Литвой договориться. Но я думаю, мы потом ее проще захватим, так как у нас тут есть реформа унии, а новые национальные территории не повредят. Сейчас договариваюсь с Турцией, решение здесь уже на нее прожал. А вот и оно. Данцик или война. 13 дней нам на выборы дают. Подумать немножечко так, порешать, а хотим ли мы того или нет. Мы, естественно, подумаем. Дождемся, во-первых, к себе Турцию сейчас в Альянс. Ну-ка. Согласие? Да, отлично. Мы теперь вместе. Подождем еще несколько дней, пока достроятся небольшие укрепы. Я тут третий уровень обороны выстрелил, дед второй, тут седьмая Чехословакия. Посмотрим, смогут ли немцы что-то против такого сделать. Ну а по шаблону нашей пехоты вот такой вот. Девять пехоты, саперка, арта и разведка. В армии у нас с вами сейчас миллион двести солдат. В промышленности 60 фабрик, 33 военных завода. Все есть, не хватает лишь допки, но она рано или поздно подкопится. Ну давайте отказ. Данцик остается к Данцкам. Никаких согласий с немцами. Здесь я сразу же предлагаю в атаку пойти, при том при поддержке нашей небольшой, но авиации. И ждем. Немцы должны напасть. Ну они и нападают, собственно. Тут неудивительно и ох-ох-ох-ох-ох. Кстати, есть участки, где они что-то домогут, но их не так уж и много. При том, я сейчас могу пойти в контратаку и скорее всего даже спасти участки от прорывов. Замечательно. Давайте здесь тоже вперед-вперед-вперед. На агрессивной атаке. Тут смотри, пустые провки. Немец прям дает нам все шансы на то, чтобы зайти и сделать котлы. Чего нам отказываться от такого хорошего подарка? Да, мы здесь сдержим немца. Хоть и тяжеловато, но атаку Германии мы сдерживаем. Сейчас закрываем Кёйнсберг. Ну и потом надо добивать Германию как можно быстрее, пока к нам в гости советы не нагрянули. Котлей Кёйнсберг. Закрываем сейчас мемель. На основном фронте лишь несколько территорий, где нас пробили. Ну и по потерям увидите. 70 на 203. Как бы они ни старались, шансов у них особых нет. Мы в авиации, конечно, проигрываем, но хотя бы чуть-чуть, чуть-чуть помогаем. Допустил выездку сюда. Немец отвлекает очень много войск. А это для нас хороший шанс. Что сделать? Правильно пойти в атаку. В вынужденную такую атаку, в агрессивную, вперед. Сейчас на контратаках будем ловить немцев. Здесь благодаря войскам Венгрии немножко его отвлекли. Ну и посмотрим, что у нас выйдет. О, Нидерланды к нам в Альянс. Удивительно немцы на них, а они к нам. Я только рад. По потерям 500 тысяч на миллион сто. У немцев соточка дивизия. Нам сейчас просто грамотно их бы добить. И все. Возможно, я планировал, что пойдет все намного лучше. Ну а что-то как-то к 42-му году. Да, мы до сих пор сражаемся с Оси. Мне пришлось Украину и Беларусь выделять. Чтобы советы на нас не полетели. Еще Молдавию выделил. Которая, независимо от меня, все равно согласилась уйти подсоветов. И в итоге мы сражаемся. 50% вклада на нашу стране. Громнейшие потери. Но зато сейчас переломный момент. Благодаря вот такому вот шаблончику. Наконец-то вышел в танки. Думал сначала затащить чистой пехотой. Но понял, что нет. Без защиты неба только такой шаблон способен тащить. Броня есть. Благодаря этому сейчас прорываемся в Италию. Выкидываем Муссолини. Делаем здесь вассала. И двигаемся дальше. Этого юмора я конечно не понял. Почему-то Италия. Хотя я тут захватывал. Ушла под Британию. С учетом того, что у Британии вклад в это противостояние. Хотите узнать какой? 6%. У меня 47%. Как это работает непонятно. В итоге я прорываю немцев. С Бенилюкса освобождаю как раз своих союзников. С помощью вот этих вот танковых шаблонов. В то время как здесь они периодически меня атакуют. Я просто пехотой и дивизиями союзников сдерживаю их. Март 43-го. Наконец-таки немцы почти капнули. Осталось совсем чуть-чуть. 5 миллионов потерь у них. Ну и самое конечно классное во всем этом. Что у нас вклад-то огромный. Но вот с Италии я до сих пор в печали. Меня так радует, что в итоге у Британии 450 очков. А у нас 1200. Где мои союзники, где их вклад, почему он не к нам перешел. Вопрос конечно хороший. Ну и по миру в итоге да. Не так уж и много территорий наши. Польская Германия, Польская Австрия. Здесь я Болгарию себе сделал вассальной. Греции немножко территории вернул. Сделал также Польскую Северную Африку. Влез в Ирак. Правда здесь немножко французы помешались. И сейчас Норвегии вот эту еще территорию верну. Чтоб она была вместе с нами до конца. Они при том сейчас еще сражаются против японцев. Поэтому наш альянс не должен распасться. Ну конечно за Италию максимально обидно. Август 43-го. Пойдем на Советов. Возвращать национальные территории. При том сейчас политку накоплю Беларусь еще присоединю. И я смогу реформировать Уню. Литву просто вассалом сделаю. И это решение будет доступно. Получим национальными все эти земли. Обратненько. А то вот пришлось, дабы спастись от Советов, потерять здесь корки. Шаблон все тот же самый. Видите как хорошо он себя показывает. Вот он. Броня здесь в 70. И благодаря этому уверенно идем вперед. Это кстати печально, что они напали на Эстонию. Но что поделать. Вот такие вот они. Наших союзников атакуют. И Латвию тоже. Ох. Ну весело им. Но ничего. Мы сейчас закроем вот этот вот котел. Тут очень много дивизий. Потом объединимся с своими союзниками и одержим победу. Как видите, Бессарабия уже наша. Прорываем сейчас Киеву. Одессу забираем. Советы хоть и сильные. Они не сражались, конечно же, с немцами. Но мы уже опытные. Мы справимся. Ну, советы в своем репертуаре. В котле потеряли армию. А сейчас зачем-то меня просто атакуют. И теряют, теряют, теряют своих солдат. Июшку все никак не поправят. Давайте пожелаем на Новый год. Что может быть хотя бы это когда-нибудь кто-нибудь сделает. Июль 44-го. Уже Краснодар здесь. Под Москвой стоим. К Ленинграду выбираемся. Скоро будет первый уровень коллаба готов. Победа будет за нами. Правда, вот нерадостная новость, что Япония уже все. Союзники свободны. Правда, вот радует, что здесь Китай забрал кучу территорий. А значит, союзников чисто один на один. Все, коллаба готова. До 33% совета будут сражаться. А значит, Ленинград. Еще парочку обычных территорий. И все. Не придется идти до Урала. Мир с советами. 1700 очков, почти 400 у Турции. Немножко у Югославии, Латвии. Но я думаю, все все равно будет нашим. В апреле 45-го. Решил разобраться с Китаем, наконец-таки. Чтобы чисто так в Европе все было спокойненько. Заодно Японию частично забрать. А потом уже финальный бой с союзниками. К концу ноября 45-го Китай почти повержен. Осталось чуть-чуть. И весь Китайский Альянс станет нашим. Плюсом к этому ачивка на то, что закончить все технологии ракет за Польшу. Тоже сделано. Забрал весь Китай в итоге под себя. 6 февраля 46-го. А для чего? А для того, чтобы были хорошая база рекрутов. Так как у нас тут и так есть бонус на плюс 5% к ненациональных провинций. Китай станет для нас хорошим под спорем. Ну и посмотрите на наш Альянс между морем. Союзнички. Надеюсь, вы нас ждете. Январь 47-го. У нас готова цель против британцев. Ну что ж, погнали. Веселится. Да начнется. Очень прекрасное время. Сразу же готова залетать. Надеюсь, их все поддержат. У нас прям финальная битва. Нашего с вами между море, уже между океанью, против остатков союзников. Все. Пошли нападать. Ждем теперь Францию. А за это время подчищаем итальянцев. Ну и да, французы наконец-таки вступаются. Это означает лишь одно. Мы спокойно прорываемся. Видите нашу атаку в 600? В 300 единиц. Уверенно идем. Шаблончики чуть поменял. И он сейчас вот такой вот. Добавил еще один танк, чтобы брони было побольше. Да и техники тоже больше доли было. Также ракетную арту закинул, чтобы у нас противопехотка была получше. Ну и все. Таким вот шаблоном мы будем действовать до конца. И атомная бомбардировка Атики. Вот так вот. Демократы называются. Ага. Делаем огромные котлы здесь. Здесь. Здесь их сейчас закрываем. Здесь тоже закрыли их высадку. У них очень много дивизий. Где-то тысяча. Ну и у нас тоже на весь Альянс тысяча. А с учетом того, что мы их сейчас еще и закрываем, уже миллион потерь. Победа будет за нами. Март 47-го. Минус Франция. Остается даже теперь итальянцев с высадками разобраться с небольшими. Ну и высаживаться в Британию. Людей уже больше на нашей стороне. 9 мая 47-го. Минус Италия. Ура. Здесь еще зажимаем. Смотрите, сколько войск. Окончательно уничтожаем всю эту армаду. И можем заценить потерям. 5 миллионов против полутора. У них осталось где-то 600-700 дивизий. Ну, может быть, 800. Готовлю сейчас высадку сюда. Не знаю, выйдет ли это или нет. Но, по крайней мере, попытаемся. Видите, сколько они тут дивизий держат. Там, где порт. Придется как-нибудь пробиваться. В итоге успеха на этом фронте. И здесь сейчас высадка будет. Ну, правда, сначала я вот эти вот все дивизии здесь подавлю, которые есть. Эх, мой флот все-таки поймали. Серьезно. Вот я его аккуратно вел. Вел. А его все-таки поймали. Ладно. Флотик немножко потираем. Но он все равно старенький. Здесь мы Индию почти подбили. А Индия это ресурсная база. Еще остается сейчас через Сиам в Сингапур пробиться. И союзники будут в основном-то без ресурсов. В то время как вся основная ресурсная база будет как раз, да, под нами. Ну и, конечно, котлы, это мое почтение. Столько дивизий здесь погибает, что просто ужас. И посмотрите. Всего 7 с лишним миллионов. У них там дивизий у американцев 190. Меньше, чем у нас. Пришло время поуничтожать немножко вражескую авиацию. Неплохой вполне себе раскладик. По 50 с лишним уже самолетов уничтожаем. Шаблон не самый лучший, но вот такой вот у меня сейчас у самолетиков. Чисто 4 тяжелых пулемета, немножко броньки, дальности. Живем. И флота мы можем добить до 39,9%. Эх, обидно. Самолетами прикрыли, но шансов еще недостаточно. Хотя подожди. 52%! Все. Давай высадку. Конечно, тут много войск, но если сможем пробиться вот сюда вот сейчас, то на юго-западной Англии закрепимся. И, может быть, даже капитулируем британцев. Давайте прям покажу вам этот знаменательный момент, как мы тут высаживаемся. Конечно, без снабжения сейчас будем, и это печально. Но знаете ли, что есть. Вперед. Сразу же во все соседние территории. Специально идем, чтобы он нам тут не помешал. Давай, на быстром передвижении. И, кстати, а мы, может быть, даже... Да, сюда еще пробьемся. Хорош. Здесь одной дивизии можно вокруг зайти. Ну и давайте. Верим в успех. Верим, 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 верим. Сдерживаем здесь армию. Здесь забираем территорию. Ну все. Британия будет нашей. И надо ли тут, конечно, говорить о том, сколько здесь вражеской авиации. Просто пытается нас что-то как-то остановить, но... Нет. Наши самолеты лучше, сильнее. И тут тоже, смотри-ка. Тридцаточка наша плывет. Британия станет нашей. Уже битва за Лондон в декабре 47-го идет. Агенты на нашу сторону переходят. Ну и Лондон, у них нет шансов удержать. Они не могут пробить нашу оборону. Все просто отступают. А мы сразу же продолжаем, продолжаем атаку. Не даем им шансов отсюда отплыть. Чтобы вот это вот все просто закрыть. Да, я тут исследовал морпехов, но... В них даже нужды не оказалось. Да, красота. Можете заценить. 11 миллионов потерь. Где-то дивизии 500 на 1000. 18 декабря 47-го все. Британия капитулирует. Из великих держав у нас остается только штаты. Которым можно будет либо высадиться, либо... Ну, как я тут иду, уже Колумбия. Правда, небольшая высадка, с которой мы сейчас тут разберемся. Не, наверное, все-таки высадиться, да. Будет проще и быстрее. Здесь кораблей не так уж много по дорожке. Сюда скакнуть, сюда, сюда. И будем уже в Канаде. И вот оно, март 1950-го года. Наконец-таки иду на Гватемалу. А значит, да, граница с Мексикой, которая из Альянса, конечно, вышла. Но мы на нее сейчас тоже оправдаем. Хотя это будет и долго. Но уже через Мексику мы сможем пробраться к американцам. Замечательнейшая новость. И возможность, наконец-таки, победить союзников. А еще мы с вами Иерусалим забрали, наконец-таки. И еще одну ачивку сделали за Польшу. Также я уничтожаю вражеский флот своим стареньким, но помогает мне в основном авиация. Мои морские бомберы, которые здесь активно действуют. Ну, видите. Хорошо уносим вражеские корабли бомбардировками. А заставляем их отсюда отступить. Сейчас преимущество возьмем. Здесь как раз Дуглас, еще Остров Мэн под их контролем. И из-за этого они так активно сражаются. Достаточно долго они тут на Можино держались. Я решил, что пора им тут и меру знать. Немножечко ядерного подарочка сделал. Три атомные бомбы, так, чтобы между взрывами было не более 12 часов. Тысяча сияющих солнц. Реализовано. Ну и бедные французы, которые на Можино столько лет сидели-сидели, но не смогли. Принес им такой интересный подарок. Ноябрь 1950 года. Армия готова. Залетаем сейчас на Мексику. А, подожди-ка, кстати, интересно, как здесь гарант от Японии. О, идеально. Еще и Японию сейчас подпилим. И, наконец-то, еще одна ачивка, где десятый или больше уровень всех основных ВПОшек. Уже прям три ачивки на Новый год. Время пришло. Давайте финальный бой. Залетаем сразу же в Мексику. Сейчас еще сюда авиацию прибавлю. Здесь мы тоже в прорыв идем. Прекрасно. Уверенно прорываемся. Япония капитулирует. В феврале 51-го. Да и здесь уже, знаете, до Мехико осталось совсем чуть-чуть. Плюсом получаем еще бонус. За то, что мы разобрались с британским флотом. Вот тут вот с помощью авиации. Видимо, повытапливали всю его гордость. Мексика пала в апреле 51-го. Сразу же 40 дивизий здесь, смотри, в котле удалось взять. Ну и все. Дальше уже прорываемся почти на свободные провинции, потому что армии у них недостаточно. У Канады всего 30, у американцев 370. Да, но тут уничтожили. Притом у них армия раскидана здесь, еще на поддержку здесь, на поддержку здесь. Не держат они у себя в регионе. И благодаря этому мы уверенно идем вперед. Еще и самое приятное в битве с американцами то, что я коллабу сделал. Так что нам надо всего-навсего до 47%. Потом они капитулируют, и мы здесь сделаем марионеточное государство. Продвижение наше успешно. Как видите, уже немалую часть территории забрали. Притом несколько армий у меня только подплывают и подходят на фронт. Сейчас еще больше сил будет, и уже не одной дивизии на один будем, а с преимуществом идти вперед. Американцы ничего не могут. Наш шаблончик все такой же, как и был. На 25 ширины, со средними танками, пехотой и РЗСО. Июль 51 года, и вы видите эти прекрасные границы. Нам с вами остается совсем чуть-чуть. Но, на деле, американцы еще долго держатся, потому что все основные победные территории тут. А с стороны Мексики их такая водьба не самая лучшая идея. Но, зато нам не надо высаживаться, по суше пройтись намного проще. Соединенные Штаты капитулируют 30 августа 51-го и все. Все великие державы мира нами покорены. Давайте даже для красоты еще и коллаб правительства здесь организуем. Польские североамериканские территории. Для того, чтобы добить союзников, нам надо высадиться в Южную Африку, дойти в Канаду. Еще тут и Австралия почему-то великой державой стал. Очень странное, на самом деле, распределение великих держав. Но, такие вот требования игры. Я же свою главную цель выполнил. Все великие державы покорены за Польшу. Остается небольшой рывочек финальный, чтобы всех подобрать. Это Междуморя. Также я взял ачивки всевозможные за Польшу, которые хотел. Все, которые остались, это уже просто общие и никак не относятся к Польше. У нас с вами 5 миллионов почти в запасах. В армии 3 миллиона. Хорошая стабильность. Мощная промышленность. Ну и, конечно же, огромные-огромные территории. Польша смогла одержать победу, смогла в космос. И смогла всему миру показать свою силу. Надеюсь, вам понравилось. Поддержите лайком, оставляйте свои комменты. Ну и до скорых встреч уже в новом году.